У нас сегодня несколько вопросов. Первый вопрос. Какие Москва предлагает усилия для заключения мира между Баку и Ереваном именно на российской площадке? Как известно, стороны ведут переговоры и на брюссельской площадке, в том числе с участием французского президента Макрона. Но недавно он заявил, что в вопросе Карабаха и Армении в целом будет оказывать на президента Азербайджана Ильхама Алиева еще большее давление, чем сам премьер-министр Армении Никол Пашинят. И никто не может сомневаться о его решимости. В Баку при этом выразили протест и заявили, что подобная агрессивная позиция в адрес одной из сторон препятствует переговорному процессу. Ну, я, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотела бы сделать дополнение. Мы сегодня немало говорили о Финляндии, о том антироссийском курсе, который Хельсинки сейчас выбрал. И в этой связи сегодня на Смоленскую площадь был вызван посол Финляндии в России. И ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой, которая направлена на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многопланового торгово-экономического и межрегионального взаимодействия, прямых контактов между гражданами, дискриминацию россиян по просто национальному признаку или признаку национального происхождения, в вопросах выдачи визных виз, создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств в этой стране, включая сокращение их персонала посредством объявления сотрудников персона Ногграда. Многое было высказано финскому послу, об этом будет сейчас опубликовано заявление Министерства иностранных дел. Теперь переходим к вашему вопросу. Я так правильно понимаю, он был посвящен заявлениям Макрона о оказании давления на президента Азербайджана. Об этом вы спрашивали? Да, и какие Москва прилагает усилия для заключения мира между Баку и Ереваном именно на российской площадке? Вы знаете, мы даже сегодня говорили о том, что нас мало чем уже можно удивить, но иногда президенту Макрону это удается. Как это случилось 28 июня в Марселе, где он заявил о том, что оказывает на президента Азербайджана Ильхама Гейдарча Алива больше давления, чем, например, министр Армении Никол Ваваевич Пушиняна, и что он единственный, кто обладает четкой позицией по вопросу Нагорного Карабаха, и что чуть ли не в одиночку сохраняет эту тему в повестке дня мирового сообщества. Ну, я вам могу сказать, что после таких заявлений складывается ощущение, что скромность президента Макрона уступает лишь его мужественности. Мы, конечно, не перестаем удивляться вот этим характеристикам президента Франции, о том, с каким пафосом он говорит о своей личной роли, заслугах и в Нагорно-Карабахском урегулировании, да и по другим вопросам тоже. Вот жаль, он ничего не сказал о практических результатах столь плодотворной работы. Процесс есть, результата нет. А, возможно, не сказал он, потому что этих результатов никто никогда не видел. И, кстати говоря, никто никогда не видел этих результатов не только по посредничеству Франции в Нагорно-Карабахском урегулировании, но и во многих других делах, за которые президент Макрон брался неоднократно. У нас уже давно нет иллюзий относительно способности Франции внести положительный вклад в решение сложных проблем Нагорного Карабаха, саботирование работы, а по сути развал, в том числе и стараниями Парижа, минской группы ОБСЕ в 2022 году, принятие осенью прошлого года над Собранием и Сенатом Франции резолюции с суждением, как они написали, агрессии Азербайджана и требованием ввести санкции против самой страны и ее официальных лиц, инициирование Парижем решения о развертывании гражданской миссии ЕС в Армении с сомнительным мандатом и без учета мнения Азербайджана. Это все вот наглядные примеры французской повестки дня в этом региональном конфликте, требующем знаний, профессионализма и выверенности действий. Я могу констатировать, что все эти демонстративные шаги, направленные не на помощь сторонам, а на вытеснение из процесса урегулирования России и реализацию собственных политических, а порой и просто предвыборных целей, они не только не оказали положительного результата на переговорный процесс, но, напротив, совершенно дискредитировали роль Франции как посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений. Но, понимаете, самопиар тоже никто не отменял. Каждый делает свой выбор в этом смысле. Возможно, это единственное, что у них остается. Так, есть ли у вас еще вопросы? Да, спасибо. Второй вопрос. Сейчас в Баку заседает руководство движения «Неприсоединение». Выступая на заседании президента Азербайджана, Ильхам Алиев потребовал от Франции извиниться за колониальные преступления, подобно тому, как это недавно сделали Нидерланды. Алиев также осудил проявление неоколониализма в политике современной Франции. Вы солидарны с таким требованиям в адрес Франции? И может ли Россия вместе с возрожденным движением «Неприсоединение» стать лидерами в внезападном мире? Сейчас, одну секундочку, минутку. По поводу упомянутого вами проходящего события, сейчас я хотела бы еще несколько слов сказать. Ваш вопрос, такой был разветвленный вопрос по поводу министерской встречи Координационного бюро движения «Неприсоединение». Вы это имели в виду? Да, да, да. И если можно, еще раз формулируйте, пожалуйста, вопрос четко. Да, то есть Алихам Алиев выступил с требованием к Франции извиниться за колониальные преступления, подобно тому, как это недавно сделали Нидерланды. И осудил все проявления неоколониализма в политике современной Франции. Согласен ли ми с таким требованием в адрес Франции? Мы не просто согласны. Мы считаем, что, первое, если западное сообщество занимается историческими ревизиями и решает еще раз проанализировать уже прошедшие исторические события, как они, например, поступают со Второй мировой войной, просто переписывая ее историю, тогда надо в первую очередь им все-таки заняться собственными деяниями, как правило, преступными в рамках их колониальной политики. Мы видим отдельные попытки некоторых стран или политиков, где-то, опять же, речь идет о самопиаре, где-то идет речь о неких предвыборных кампаниях, где-то об общих таких, знаете, каких-то интернет-марафонах через хэштеги и какие-то мемы, как бы легковесно пройтись по очень тяжелой теме колониализма и собственных преступлений в ту эпоху. Знаете, вроде как извинились, а вроде больше ничего и не надо. Вроде как хэштег написали, а вроде больше ничего и не надо. Вроде как, не знаю, делегацию приняли людей, которые, так сказать, выступают за права и за борьбу против расизма и так далее. А вроде больше ничего и не надо. Так не получится. Еще раз, Запад начал вот эту самую борьбу с, или даже войну объявил в истории. Начал ее ревизию. Начал пересматривать базовые договоренности, которые были заключены по итогам центральных, важнейших исторических событий. Битв, войн, трагедии и так далее, и так далее. Раз так, тогда надо отлистать еще назад. И найти те страницы этого мирового учебника истории, главы которых посвящены именно колониальному прошлому. Заглянуть туда и начинать оттуда. А возможно еще раньше, с крестовых походов, которые во многом являлись предтечей или частью вот этой колониальной логики. Это во-первых. Во-вторых, что касается Франции, то мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, вмешательство во внутренние дела своих бывших колоний является для них частью современной политики. Они, с одной стороны, относятся ко многим бывшим колониям, опять же, с позицией собственного продактората над этими территориями. Во-вторых, они не дают возможности полноценного развития отношений различных стран мира со своими бывшими колониями, опять же, относясь к ним с какой-то надуманной заботой, о которой никто не просил. В-третьих, они, в принципе, пытаются всеми силами сохранить свое присутствие финансовое, экономическое, военное, военно-политическое, гуманитарное. Не в тех случаях, когда оно интересно и выгодно их бывшим колониям, а просто для того, чтобы оказывать, продолжать оказывать влияние, не пуская туда никого из других стран. Хотя у этих самых государств, бывших колоний, такая необходимость и потребность в этом ярко выражена, и они об этом открыто говорят. И мы на это обращали внимание регулярно. И те африканские страны, где раньше были и французские базы, и они были французскими колониями, многие из них просто потому, что не чувствовали искренности, или наоборот, чувствовали ложность в подходах Парижа к ведению с ними дел, обращают внимание на другие страны, которые готовы с ними развивать полноценные, равноправные, взаимовыгодные отношения. И при этом чувствуют моментальное давление со стороны Парижа за подобную активность. Так, если у вас все, то идем дальше. Еще последний у нас небольшой вопрос. Повлияет ли как-то на отношения Москвы и НАДО продление полномочий Йенса Столтенберга на посту Генсеку Атлантического Альянса? Как у Москвы считают, почему именно его решили оставить на этом посту? У нас все, спасибо. Этот вопрос нужно по поводу того, почему его решили оставить, нужно адресовать тем, кто решил его оставить на этом посту. Там столько интриг было, вот вы у них и спросите. А что касается, повлияет или нет на отношения с Россией, не повлияет, потому что отношений у России совершенно нет. Идем дальше. С нами ли медиакорпорация Китая? Да, Мария Владимировна, добрый день. Спасибо.